Номер 562. События дня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И как эпиграф Матфея 12.30. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. За 27 июня 1917 года. Пишет Владимир Скок. Это не православный. Игнатий Тихонович, спасибо за ваши пожелания, за ваше письмо и видеоролики. Да благословит вас Бог, даст вам здоровья и духовного, и физического. Продлит дни жизни во славу Господа. Молюсь за вас каждый день Господу. Обещаю им дальше молиться. Вот видите, как православные бывают лютуют, а неправославные обращаются. Новые души. Значит, у нас вчера тут запись была. Утром встречали в аэропорту из Канады. Четыре человека. Константина Королева семья с матерью их Мария и сыновья. Сын Егор и дочки Мария и Елисавета. Оказалось, никто не приехал. Мы все здесь разгадывали, думали, связи нету, звонят нету. Я тогда Володе говорю, Володя, лезь на нашу самую высокую точку в Потеряевке, на первую Голубятню. Телефон твой поднимется на 10 с лишним метров. Выше телеграфный столбок. Он только залез, сразу соединился. А здесь сколько ни бились, ни, и никак нет. И вот он пишет, Константин Королев. Это, видимо, телефон его был у жены. Она оказалась в Москве. И встречать надо не 27-го было, а 28-го. Игнатий Тихонович, у нас второй раз произошло такое же недоразумение с датами. На билете написано 27 июня. А самолет прилетает 28-го. Сообразить, что самолет летит всю ночь и прилетает на следующий день, я опять не смог. Прошу прощения у всех, кого это затронуло. Кого затронуло? Нас. А затронуло как? Усилили молитву? Больше никак. Но то, что он это пишет, это уже говорит о том, что человек совестливый. Умеет просить прощения. Ну, тут, не знаю, я поступил бы так же. Вот пишет далее, что это за билеты. На 27-го июня. Москва. Домодедово. В Барнауле будет такое-то. Вот и все. Ну, уладилось. Сегодня Сергей Павлович Пупков должен их там встретить и привезти. Но машина-то как раз четверых и вмещает. Он таксист и кинолог. А нам отсюда отправить надо Ваню. Вот оно его и увезет до этого дробота. А оттуда Нестора, брата его. В серии Игнатов пишет. Это я уже так узнаю, не мне. Спаси Христос кому-то там. У Господа много хороших проповедников. Но лучше, чем у Игнатия Лапкина, строгого, умного, у которого нет лицеприятия, я на своем веку не встречал. Храни его Бог. Аминь. Михаил Гордеев. Молод еще. Встрятишь и разочаруешься. Кто молод? Игнатий или Сергей? Вот то есть не терпит он этого. Вот. Взирая на кончину дней их. Роман Николаевич Проликов отвечает. Вообще, ответил по полной программе. Если бы христиане всегда ждали кончину своих апостолов, тогда никто бы не следовал бы за ними. Но из деяния святых апостолов мы знаем, что им подражали, как они, апостолы, подражали Христу. Хвала ему. Так и мы сейчас подражаем праведникам при жизни их. То, что вы ставите памятники пророкам после смерти их, прославляете их после их смерти, то вы восполняете вину отцов ваших, убивших пророков и не следовавших их примеру при их жизни, только после смерти словами, устами прославлявших убитых пророков, но сердцем не желающих следовать за пророками даже после смерти их. Устами чтите, сердце же ваше далеко от Бога. Ну, Роман, не то, что сказать, не ожидал, а неожиданно это было, хотя не ожидал это и неожиданно. Но ответил абсолютно в точку. Он, Михаил-то, не все высказывает. У него и доброты хватает, и все, но недоволен. Недоволен, в первую, сейчас своей жизнью. Он сравнивает, мы же знакомы больше 30 лет. Мы всегда в Москве у него останавливались. А ехал-то я не один, а группа, 6-8 человек. Мы работали в мостопоезде Алтай Трансстрой 140. И у нас был бесплатный билет раз в году, ну, по профессии. И поэтому кто-то остальные покупали, а мы работали в одной организации, кто те брали. Надежда Васильевна, отец Аким. И в Москве у него останавливались. Нам нужна была ставка, обязательно с телефоном. Он комнату отдавал. Его теща, он там жил, и она говорила, когда приезжает Любин, то есть у жены родственники, он даже в комнату их не запускает. А когда Игнатий приезжает, так он на полу спит, а Игнатий отдает свой диван. Вообще, нет. Он столько добра сделал, как мы гоняли по Бродве в Москве, пленки доставали, тогда катушки были. Вообще, это у него описано. Тогда видики не снимали, но аудио у меня было много. Так что это он говорит так просто, как говорит, бухтит. Болеет, наглотался таблеток и прекращает выпивать, курит. А внутри-то он понимает, что Осипов, на который он ставку поставил, Осипов, профессор-то, он его к Царству Небесному не подвигнет и не приведет. Осипов, он может быть масон последних степеней. Бритый, 80 лет в галстуке сидит, и все это наворачивает. Я разберу его, где там о будущей жизни, что воскрес Христос. Я начинаю по Святым Писаниям, а мне не надо заглядывать, я просто наизусть это знаю. Я вижу, из 10 пунктов он ни одного правильно не отвечает. Из 10 ни одного. А люди РТ раскрыли и его слушают. У него опыт обманывать людей. Но есть вещи, и хорошее, говорит, тоже отвергать Осипова нельзя. А то, что там не поститься, он, видно, никогда и не постился. А что он будет поститься, если веры нет? Осипов еще тот, как говорится, гусь. Но интересно, я с ним по телефону разговаривал, посылал свои материалы о крещении, другие. Он все до одного одобрил. От Отечественного православия. 14 материалов, и он все их одобрил. Как говорят, самый строгий архиепископ за рубежом был. Антоний Лос-Анджелеский Синкевич. Ну, а мы с ним каждое утро прогуливались. На одной квартире жили у Орлова Никиты Феоктистовича, который теперь митрополитом Антонием стал. И он, мои все материалы тогда уже выходили. Я не знаю, все ли 14. Все одобрил. Все, никто не верит. Как он мог одобрить такое? Одобрил. Одобрил, потому что написано с любовью, с трепетом в руке пера. И он это понял. Он небольшого роста был. И когда-то долго лет служил в Иерусалиме, там, начальником миссии, как говорят мне. Вот такое дело. Вот Роман ответил, это абсолютно правильно. И Михаил, я его всерьез-то не воспринимаю. Я за него молюсь. У меня все по группам разбиты. Болящие, путешествующие. Ну, такие враги. Это враги в отдельную у меня графу идут. Заблудшие, отступники. Вот он у меня в какой-то из этих граф. Ну, какой я могу даже сказать. Отступники. Николай, я помню, монах. Это Судников, Афанаил. Монах, иеромонах, женился. Он на меня стал нападать. А столько добра сделал. Я не могу слова сказать против. Он жил со мной в одной комнате. У меня на второй шконке, говорит, заспал. На палате. Надо мной прямо рядом. Я от него многому-многому научился. По верстке книг. И Новый Завет бы, я так, думаю, не издал бы так красиво. Так полно. Такие шрифты. Это все Судников. Тогда он был расположен. Он был непокоримый и ужасный. В любое время, во время собрания мог, кстати, пойти. Плевал на все это. И кончилось полной катастрофой. Так и у этого. Все, которые поднимали против, пяту свою, били меня, топтали. Ни одного нет. Ни одного. Есть человек, который показывал показания против меня. Но его в суть не вызвали. Татьяна Новикова, Лензина она тогда была. Она при всех попросила прощения. Стала, приняла крещение, стала членом нашей общины. Это один человек. Но она говорит, я была еще там 16 лет только было. И родители меня там толкали на это же, на лжесвидетельство. Что мы там баптисты, у нас песнопение баптистское. Она была ли у нас хотя раз? Даже не знаю. Это все описано в книге для Слова Божия нет ус. Вот. А это нет. Переходят грани, за которые возврата нет. Я думаю, это грани, гранища сейчас хулой на Духа Святого. Они же не на меня говорят, что у меня нос лепешкой там или уши до полу висят. Они не это говорят, а нападают на то, что я говорю. А меня судить-то только во свете Библии, потому что я даю ответы во свете Библии. Вот, допустим, старобрядцы нападают на меня. У них эталон, это момент крещения Руси 998. Ну и что? Так не с этого же начиналось, а с апостолов брать надо. Нет, для них это не существует. Не Евангелие главное. Главное, вот, князь Владимир принял. А дальше вот это они все это держат. А православное тогда... А православное с Никона берут. Там 1656 год, вот с этого момента. Ну и как с ними разговаривать? Так а сектанты берут с первого века Евангелие только. Евангелие в толковании святых отцов должно быть. Они ядом пропитаны сектантским, юридическим. У меня все книги называются «Открытым оком во свете Библии». Все ресурсы «Открытым оком во свете Библии». Так что во свете Библии меня вызывайте в Синод, любой центрский отдел. Все-таки книге моим уже с 14-15 лет. И ни одного... Вот это недовольство-то есть, а дальше-то нет ничего. Вот я поэтому так и говорю. Ну и мои ресурсы, как всегда, показать нужно. Ресурсы опять войти надо в интернет. Вот сейчас я покажу. Это мой мир. Вот смотрите, как он. Вот это да. Мой мир. Вот прочитать Артем Малыхин. Что-то переписка с ним. Спасибо, Игнатий Тихонович. Вот я ему все написал. Он книгу тут просил. Какие-то документы. Я говорю, в гугле все можно найти. Мне не до этого. У меня все это высчитывается. То, что я сижу в интернете утром. Встаю я рано. Но в 4.40 у нас подъем утра. А я всегда раньше. Поэтому Никита звонит, я уже на молитве. А потом вот тут все это расставляю. Дальше показать ленточный наш православный форум. Вот такой вот этот. Православный форум Игнатия Лапкина. Просто зарядите и все. И может 2698 день. 1600 тем. Богатейшие пользуются. Лучше нашего форума я нигде не нашел. Чтобы с такой легкостью можно было искать. И такие богатые-богатые. Подробно. Ну не знаю. Я Андрея Кураева там всех этих знаю. Какие кто открывает. Нету. Но зайдите на наши. Не то, что даже сравнивайте. У меня нечего. Капустина, Татьяна. Вот так. Дает знать. Обо мне что? В 6 часов утра звонит. Проверяет. Спаси Христос. Вот мы все это снимаем. И далее наш видеоканал. Вот он видеоканал. 7181 подписчиков. 6 млн. 677 тысяч. 32 просмотра. Вот. Ну и где-то 7400 роликов. То есть богатый материал. Сегодня выставил я. Интересно. Молитва к завтраку. И не только о пище. 5 просмотров. Полкование блаженного фефилакта. 2. Меньше, чем за полчаса. Ну а вот какое имя более всего подвигает тебя к духовному? Это 28 человек пришли. Вот. Возвращение с работы на Рыжевском пруду. 24. Это за 39 минут. Ну вот так. Ну и самый богатый ресурс у нас. Это во свете Библии. Сайт. Православный библейский сайт. 4124 ответа. Это самое ценное. И я говорю не то, что там я из-за этого. Потому что ответов таких не дать. Пока я никого не знаю, кто бы мог дать эти ответы. Тем более ответы я стою за кафедры. Там в разных университетах вел занятия. Радиопрограммы, школы, техникум, милиция, воинские части. И записки поступали. Я на них отвечал. По четырем параметрам. Что об этом говорит Святая Библия. 77 книг. Я их должен мгновенно. Нужный стих. И называю глава стих. Это особенно трогало людей. Почему? Ну не мое. Потому что это. Да, это талант. Талант. Но это над Богом. И непростой. Знать Писание. Далее. Это Писание. Втолкование святых отцов. Ссылается на них. А это 300 томов фолиантов. Я должен прокручивать в голове их. Житие святых. 1173 биографии. Я тоже на память должен знать. Потому что я за кафедрой стою. Ну и каноны. 719 канонов. Вот по четырем параметрам каждый ответ. На каждый вопрос. Представьте, я стою дома ученых. Новосибирске. Академгородок. Здесь и там профессора, академики сидят. И я перед ними стою. Они только записывают. Записывают. И, конечно, отношения. А очень большое, хорошее было. Профессорский состав. Представь, ректор. Встает при всех. Меня целует. Я преклоняюсь перед этим человеком. Это Евстигнеев Владимир Васильевич. АГТУ. 21 тысяча студентов. Технический университет в городе Барнауле. Это чего-то стоит. Тем более, столько лет мы были знакомы. Проректор по учебной счастью Семкина Борис Васильевич. У нас на дому был. Ну, то есть, близкие-близкие отношения. А самые, кто враги, домашние его. Эти вот, которые попы, другие. Абсолютно бессовестные. Но мне это на пользу. Я их могу всех перечислить, рассказать. Вот они в Томске сидят там в студии, лопочут где-то стихотворение. Ну, напишите одно стихотворение. Я их не знаю, есть у них что или нет. Вот я понимаю, самый там в той стороне смелый. Это Максим Степаненко. Он мои материалы целиком печатал на своем сайте. Тоже к истине. Название-то к истине. У него отдельно по-русски. А у меня латинскими буквами К вместе. Максим заодно то, что назвал женщин, которые рожают, там, заводят детей без мужей, на Б определенно. Так он не договорил, что такими-то 90% церкви набиты. Это ему счастье и хвала. Он умница и в этом вопросе, я говорю, бесстрашно выступил. Я в его защиту как бы сказал, и мы сразу познакомились. Он приезжал здесь, принимал крещение, председатель, или назвать его как, миссионерского отдела Томской епархии. Вот я одного только знаю, который смело, решительно выступил. Вот такое дело. А эти, которые где-то что-то вякают, так ну пусть они приедут со мной один день, проживут со мной рядом. Я копаю, и чтобы они копали. Я бревна ношу, и они бревна носили. Я в мокрый весь в воде, и чтобы они так же были. Много не надо. На три месяца приезжайте, на три. На один месяц на разгонку. Вот. И тогда мы будем говорить на равных. А так, что с вами говорить-то вы? Никакие. Где-то под консервной банкой сидят в вакууме. Ни народа не знают. А у меня сегодня только встречают четырех человек из Канады. Сюда летят. Значит, чего-то наш лагерь стоило, а теперь по домам. И ничего я не скрываю. Меня за это домашнее батюшка говорит. Ну, ты все открываешь, а теперь буду знать. Вот. 18 июля в прошлом году приехала полиция ночью в 22 часа. А уже там через час или как лагерь перестал существовать. Я его закрыл. Закрыл навсегда. Как я сказал на собрании на следующий день в Деревенском. Доколе государство не изменит отношение к детям. Вот и все. И сказал, покупаем несколько домов. Дома обустраиваем. Оставленные дома хозяев. Мы знаем, кто они. И дальше. Так все и получилось. Сейчас в двух домах. Так, в трех пока живут. Но сейчас приезжают еще. И, примерно, в пяти домах у нас будут люди жить. В пяти. То есть, хозяева в частном порядке. Приглашенные люди. Тут уже родители. Их вот все приехали кто. Ни одного нет без родителей. Ну, не считая из членов общины там. Одни приехали. Вот она работает, а муж пьет там не может. И родители здесь же. Все. Ну вот, ответ бы можно тут дать хотя бы один. Ну, я не знаю, успею или нет. Это что, внутренний мир человека. Из этой же категории. Ну, можно даже дать. Вопрос 229. Первый том открытым оком. Может ли у верующей женщины принимать роды врач-мужчина? И просто лечить врач-мужчина? Ответ. Библия говорит, что акушерством занимались бабки-повитухи. Бытие 35.17. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, не бойся, ибо это тебе сын. Бытие 38.28. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить. Сказал, этот вышел первым. Вот я сказал, повивальные бабки не мужчины роды принимали. Исход. Первая глава, 15.21 стих. Просчитайте, я не буду считать. Повивальные бабки боялись Бога, то он устроил домы их. Весь ответ. Отвечаю. Сегодня в несчастной России ежедневно совершают акушеры 18 тысяч абортов. Какой фараон повелел им это злодейство? Будут ли устроены их дома здесь и в обители Вечности? То есть я у бабушки один, у меня сестренки нет, у меня братишки нет. Почему же мусульмане никогда этого не могут позволить себе даже в мыслях? Они сто раз зарежут такого врача мужчину. И когда сейчас в Афганистане появились врачи с Запада, то они только женщины. Там свой этикет. Если идти нужно к зубному врачу, женщине, то рядом с ней в зубном кабинете сидит братья и муж, и руки на кинжале, наготове, чтобы врач-мужчина не коснулся ее груди, не опустил руку ниже ее подбородка. А по другим специальностям врач-мужчина был всегда. Так врач-евангелист Лука, Агапит, Касмайда, Миян и другие. Гордость мусульман не позволяет им так сходу идти на прием к женщине-врачу, если у него серьезная рана, чтобы она случайно не увидела страдания на его лице. Ибо это унижает его мужское достоинство. Они презрительно отзывались о наших пленных Шуравея. Когда ведут их на расстрел, они идут плачут. Ай-вай, какой позор! Ты должен с улыбкой умереть, как воин Аллаха! Вопрос 230. От гнева и раздражительности нужно молиться Ефрему Сирину. Вопрос. Первый том открытым оком. Ответ. И по вкусу, и по цвету, и по запаху, по всему видно, что вопрос задан православным. Ни одному сиктанту и в мысли не придет додуматься до этого. Вот такое неприкрытое неоязычество покрывает всех православных по всему миру, как у Николая Семеновича Лескова. Северный Абориген говорит, Троица Бог, Богородица Бог и Никола Бог. О Боге все заблуждения и занезнания. Писаний и силы Божией. Матфея 22, 29. Во всей Библии нет ни точки, ни запятой о том, чтобы кто-то мог помочь в этом, кроме Бога. Приведу только несколько мест из Святой Библии, что она говорит о гневе и раздражительности. Если действительно хотите избавиться от этого порока, то заучите это и примеряйте к себе постоянно. Притча 19, 11, 19. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Притча 22, 24. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Притча 29, 11, 22. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. Но это действительно так. Можно было бы там сказать по-другому, примирить, и у нас есть такие тоже. Притча 30, 33. Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Сирахов, 10, 6, 21. Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость несотворена для людей, и не ярость гнева для рождающихся жен. Сирахов, 27, 33. Тут, может, на один пункт ниже, 26, допустим. Злоба и гнев – тоже мерзости. И муж грешный будет обладаемыми. Сирахов, 28, 37, 10. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просят прощения. Ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Иов, 5, 2. Так глупца убывает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Притча 14, 16, 29. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражительный самонадеянно. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Когда возникает раздражительность и гнев, то представь себе, что ты стоишь перед теми, кто имеет власть подрезать тебе язык. Дома муж буйствует и наводит страх на всю улицу. Но вот он арестован. И трех таких шнурков, а одна девчонка-дубачка ведет по коридору тюрьмы и вертит ими, как хочет. Сидеть! Отвернуться к стене! Руки назад, жулики! Эти раздражительные, нервные, неуроновешенные, удалые молодцы, как оловянные солдатики, выполняют все. И даже малейших признаков гнева и раздражительности в них не отыщешь. Никаким миновискателем. Почему? Неотвратимость наказания в детях нужно воспитывать с пеленок. Притча 1632. Долготерпеливый, лучший, храброго. И владеющий собой лучший завоеватель города. Ефрем Сирин страдал от гнева. От гнева и раздражительности. Из-за своей спыльчивости. Но сумел это победить. Причем тут он, к моему пороку. И кто его ставил над такими убийственными страстями? Откровение 2.13. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Мучейк Антипа был обезглавлен и придумали молиться ему о зубной и головной боли. И пишут об этом целые реестры и каталоги. Православное и уродство. Вопрос 231. Первый том открытым оком. Отчего у человека слабоволие и малодушие? Может, злые духи приобрели власть над ним? Ответ. Это я даю ответ с кафедры в университете. Нет глубокой веры и большого страха Божия. Когда горит твой дом или гимнет на твоих глазах твоя скотина, можно увидеть такой всплеск энергии от считавшегося слабовольным, что только ахнешь. Нужно трудиться над собой и не потворствовать своим прихотям. Не случайно сейчас в поликлиниках убрали со столов в зале ожидания брошюрки с описанием разных болезней. Расслабленная воля впитывает в себя только отрицательное. И я могу так же заболеть. И я подвержен этим напастьям. Советую прочитать Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека». Язычники в древности сейчас нередко показывают чудеса силы и воли, которым позавидует не один христианин. Например, на Олимпийских играх лавровым венком увенчался победитель. Именно в этот момент к нему пробирается вестовой с фронта и сообщает «Твой сын погиб». Он медленно снимает венок и спрашивает «Который?». Ему отвечает «Старший». А отец отвечает «Когда он родился, я уже знал, что он смертный, как и я». И торжественно водрузил венок на себя. У христиан главная задача не волю воспитать, а соделать свою волю полностью сходной с волей Христа. Филипписам 2.5 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Меня спрашивают недруги «Наказывал я ребенка, не подавляю ли я его волю?» И смотрят на меня настороженно, хитро и осуждающе. Я отвечаю, что именно в этом и вижу свою задачу – истребить, испепелить и разбеять дурную животную волю в ребенке и насадить божественную, святую и добрый опыт старших. Этим и занимали все пророки. Смотри, Еремея 1.10 «Я поставил тебя в сей день народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Молодушие – позорное слово, мелкота души. Это грех и вина родителей всех, кто жил рядом с ним. Испытание беды и бедность только закаляет душу и не заслужит основанием для самооправдания. Пример. Ломоносов, Державин, Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Злые наклонности, злые качества любят злой дух. Такая душа считается незанятой Христом. И в ней есть простор демонам. В молитве Духа Святого мы ежедневно считаем «Царь Небесный, утешитель Дух истинный, который всюду и все с собой наполняет, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благой души наши». Ну вот один вопрос, я его оставляю открытым. На этом можно сказать сегодня все.